Затарится Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, мои хорошие! Здравствуйте, мальчики и девочки! И вы здравствуйте, Ваше Величество! Подождите, Юля, вы это мне? Ну, конечно! Почему? Ведь сегодня вы король! Да? Да! Ну, какой же я король? Сказочный! Ведь сказки можно не только читать и рассказывать, но и показывать! Вот Ваша корона! Досточтимый король Серебряная Борода! Такое имя королю, то есть мне, дала писательница Лидия Чарская, которая придумала сказку про короля Серебряная Борода лет сто назад, но хорошие сказки ведь не стареют, если о них почаще вспоминают! Ваше Величество, я, как первая придворная дама, знаю, что вы очень много доброго делаете для своих подданных, но я также знаю, что с тех пор, как смерть унесла вашу единственную дочь, вы постоянно пребываете в печали и унынии. А нужно подумать, Ваше Величество, о будущем нашего королевства и выбрать из дочерей ваших подданных одну, которая бы стала вашей приемной дочерью и которой со временем вы бы смогли доверить королевству. Да, но кого выбрать? Одну возьмешь в дочери, а другие обидятся. И потом, как же сделать правильный выбор? И король удалился в свою опочивальню и долго стоял у окна в глубоком раздумье. Вдруг ветер распахнул окном и послышался голос. В числе девушек, которые явятся во дворец, будет одна. Как только переступит она порог твоего дворца, к ней на плечо упадет перышко белой голубки. Вот ту и сделай своей дочерью. В назначенный день в королевском зале собрались девушки самых знатных семейств. Но ни у кого на плече не было белого перышка. Вдруг король увидел в окно, как открылись ворота замка, и вошла девушка лет шестнадцати. В руках у нее была корзина, наполненная углем. Сама девушка худенькая, заморенная, чумазая, ну, словом, совсем-совсем дурнушка. А над ней кружится, кружится, белая, как снег, голубка. И вдруг роняет перышко прямо на плечо девушки. Кто же это так посмеялся надо мной? Разве можно такую дурнушку выбрать мне в дочери? Ну, ну ладно, пусть вместе со всеми знатными девушками-красавицами ждет в парадном зале. Король вышел в сад, чтобы успокоиться, и видит, у ограды сидят старичок-коллега и двое ребятишек. На них ветхие платья, старенькие башмаки, а лица сияющие и радостные. Тише вы там, тише! Не очень-то и балуйтесь! Чему эти бедные дети так радуются? Они ждут маленькую угольщицу Марию, добрый господин. Она возит уголь на королевскую кухню и всегда возвращается с полными руками всяких сладостей, которые дарит ей повар-короля. И добрая Мария отдает все до единого кусочка моим внукам-сиротам, да еще при этом и говорит, что отдавать куда приятнее, чем брать. Что ты делаешь у ворот, голубушка? Я жду угольщицу Марии. С тех пор, как я ослепла три года тому назад, моя Мария всегда и во всем помогает мне. И ей приходится, бедняжки, много работать, чтобы прокормить себя и меня. Это, конечно, дочь твоя. О, нет, добрый человек, Мария мне не дочь. Мария – круглая сирота. Я хотела было попросить помощи у короля, да Мария не разрешает мне. Она говорит, стыдно просить, когда можно еще работать. И что у нашего короля есть еще беднее и несчастнее, чем мы. Вот какая добрая моя Мария. Какая необыкновенная девушка. А что это за шум да виск доносится из дворца? И это перекрикивали друг друга и бронились девушки-красавицы. Каждая из них так хотелось быть королевной, что, позабыв себя, они старались как можно сильнее уколоть и оскорбить друг друга. Зависть и злоба сделали безобразными их еще недавно красивые лица. И среди них кроткая и ласковая ходила девушка с нежно залевшими щеками и умоляла всех успокоиться. Пожалуйста, не ссорьтесь. Можно быть счастливой и полезной людям, и не будучи королевной. Неужели я мог назвать эту девушку некрасивой? Как чудно преобразилось ее лицо, сделавшись отражением ее прекрасной души. Она будет моей дочерью. Она достойна стать королевной. И маленькая угольщица сделалась королевной. Она взяла к себе во дворец слепую и заботилась о ней, как родная дочь. Окружила себя бедными детьми, учила их, придумывала для них разные занятия и развлечения. И старалась изо всех сил помогать королю Серебряной Бороде в его добрых делах. Вот так закончилась сказка о Серебряной Бороде и маленькой угольщице, которую люди полюбили не за красоту, а за доброту. Ведь доброта, ребята, это самое главное в жизни. И нам бы очень хотелось, чтобы вы, дорогие друзья, учились судить о людях не по их внешнему виду и не по красивой одежде, а по их делам. И сами старайтесь помогать тем, кто нуждается в вашей помощи. Это так замечательно, так здорово быть добрым. Ну, а теперь нам пора прощаться. Всего вам самого доброго. До свидания, наши хорошие. И храни вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok